Мишке, я буду как Саша Шпак, который делает все, он красачка, вы не боитесь. Для меня, а вы его не знаете? Нет, я видела, конечно. А вы на меня не через него вышли? Нет, нет. Друзья, у меня замечательная моя пациентка, которую, и главное, ногу, я еще ее не попросила, ногу как балерина поставила, уже обученная. Я ей оперировал левую ногу, но правую до меня оперировали в государственной клинике, где она была прикреплена по родам. У нее после рода, к сожалению, был тромбоз, ее вели, потом сказали, что прооперируют, когда закончится лактация. Это абсолютно правильная тактика. И у пациентки очень жесткая форма наследственного варикоза плюс тазовый варикоз. Я всегда пациентам с тазовым варикозом говорю, делают упражнения кегеля. Либо есть вот такие скамьи, на фитнесе все ходите, наверху ноги кладете вот так, и туловище поднимаете, как будто качаете пресс. Это лучше всего, когда кровь из малого таза идет к сердцу, и вы тренируете, тонизируете сосуды. Потому что в каждой вене есть мышца, мышечная оболочка. И она начинает тонизироваться. У нее, к сожалению, на правой ноге тоже была до меня операция. До меня. Мы оперировали левое, оно у нас сейчас кошеркное, на УЗИ мы даже сравнили, к сожалению. Ой, а я что, не фотографировал? Я же вроде отправлял на печать. Главное, эта часть осталась моя, а эта ушла. Ладно. Или не пошла? Очень странно. А вот, я вроде отправлял на печать, сейчас я, блин, посмотрю. Ах, вот, пленка там закончилась, я сейчас переделаю пленку. Переставлю. И что, друзья, какая ситуация? И у нее, к сожалению, вышел еще варикоз. Очень часто мне задают вопрос, девочки, а не будет ли после вас, да, что варикоз будет? Если сделать, друзья, правильно, это все равно к стоматологу. Пойдете пломбу ставить, сделает хороший стоматолог, пломба не выпадет. Пломбу, если сделает не очень хорошая, она может упасть на следующий день. Когда вы там жуете, если меня сделали шикарно, у меня стоматолог, который ведет меня, который лечит мои зубы, я ей доверяю. Она, кстати, тоже в одной из клиник, таких ведомственных. Вот, и все. Сейчас я покажу ногу моей пациентке. Вот так. У нее появились вот такие шишки. У нее, к сожалению, шишки вот здесь увеличились. И идет в пах. Это тазовая вена, друзья. Здесь она пересекается с той веной, которую ей должны были удалить. Это задний медиальный приток. Более того, эта вена идет по вене Джан Камини, это по автору. Она вот здесь вот так расположена. Обратите внимание, очень редкая вена, вот такая. Вот. Она называется вена Джан Камини. Вот 10-70, посмотрите, вот она. И она увеличила эту вену. Вот эта проклятая вена испортила эту вену. Нагрузка, когда шла вот в эту вену, а теперь нагрузки нет, вот отсюда, отсюда, идет сюда. Поняли? То есть он вам удалил вот эту вену, а эту оставил. И нагрузка пошла. А теперь надо ее тоже оперировать. То есть она испоганилась. И, к сожалению, да, к сожалению, я, конечно, жутко не люблю переделывать другие работы, потому что их всегда гораздо сложнее делать. Но если я вас буду оперировать, у меня разрезы будут и там, в паху. Потому что эту вену надо будет удалить. Иначе будут... Как эти или как? Нет, по-другому. Вот здесь. Вот тут? Да. Ну, то есть не там, где все. Там тоже будет. В нескольких местах будут разрезы. Но они будут красивые. Но я потом не под запись вас попрошу. Да, да. Вот. И все. И поверните, пожалуйста, спиной ко мне. Сейчас голень покажу вашу. И вот если мы сравним голень, да, здесь особо сильно не видно, но если девочка начнет наша там активно, вот здесь обратите внимание чисто, а вот здесь уже пошли шишки. Вот шишка, вот шишка. Я не знаю, видно вот так? Вот так. Вот шишки. И эти шишки, к сожалению, их много. Они дают вот такую вену джанкомини и увеличили вот эту заднюю малую подкожную вену. Мы, конечно, обязательно ей сделаем операцию. Повторно можете слезать, одеваться. Вот. Часто спрашивают, какие таблетки пить, чтобы для профилактики. Друзья, они не помогают. Это пустая трата денег и средств. Если только компрессионный трикотаж. Но так как пациентке надо переделывать, я здесь компрессионный трикотаж не рекомендую. Она может заниматься любыми физическими нагрузками. Пусть эта вена сильнее повылазит, и мы тогда ее лучше уберем. Вот. И все. Абсолютно никаких ограничений. У нее катастрофы нет. Ножки красивые от природы. Но венки уберем, вот эти наружные, подкожные, и вернем кровоток в нормальное глубокое русло. И тогда у нас, девочка, будет прекрасной. Все. В описании под роликом форма связи. Друзья, записывайтесь.